Близкие меня называют Йося. Все время кто-то мне что-то подсказывает, так надо было сыграть здесь. Я точно знаю, что нужно для того, чтобы стать чемпионом. Вообще я такой. Наверное, не назвать меня романтиком. Он меня сделал тем, кем я сейчас являюсь. Дай бог, чтобы эта звездная болезнь меня никогда больше не коснулась. Друзья, всем привет! На связи легендарное интервью. Я его ведущая Алина Шагаева. Мы с вами не виделись очень-очень давно, но сегодня у нас есть прекраснейший повод. У нас в гостях Иосиф Абрамов. Я думаю, что человек не нуждается в представлении, но все же трехкратный чемпион мира, чемпион России, трехкратный обладатель Кубка Кремля, Кубка Империи и много-много чего еще. Иосиф, привет! Приветствую, Алина! Начну с нетипичного вопроса. У тебя имя Иосиф. И как ты привык, как тебя называют люди? Иосиф, 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 близкий. Как мне тебя можно сегодня называть? Близкие меня называют Йося, Йосик. Кто-то, кто не знаком со мной, близко. Иосиф по-разному. Папа, когда на меня злится, говорит Иосиф, когда по-доброму Йося. То есть по-разному у меня все время, да. Я тебе на интервью как Йося комфортно? Йося, да. Йося мне говорят, и краткую, поэтому мне комфортно. Ну, тебе для меня привычнее, когда ты говоришь Йося, потому что ты так и говоришь всегда. Ну все, супер. Давай начнем с самой горячей новости. Мы записываем это интервью спустя несколько часов, если так уже можно сказать, после Бэтбума, финала Бэтбума. Рассказывай, как для тебя этот финал дался. Да, дался, как мы видим, неудачно. Но настроен я был только на победу. Чувствовал себя очень хорошо. Играл замечательно. Побил все рекорды, которые возможно было побить на этом турнире. И, в принципе, играл, наверное, ярче всех. Но в финале что-то пошло не так. Не сложилось. Сначала у меня провел я... Проигрывал 45-11. Никита забил мне 27 ския. Повел 45-11. Дальше я начал догонять. Вышел вперед 70 на 57. И роковая ошибка, я считаю, была, когда я кексанул с подбоем кучи. Я получил все ския. 70-70. Проиграл эту партию 12-2. Тоже повезло ему в моменте. Потом в следующей партии у него упал дурак в нужный момент. В общем-то, все складывалось в его пользу. Значит, Господь Бог так решил, что победа должна достаться ему. Хотя ничего не предвещало тому, что я могу проиграть. На самом деле, фантастическое. Я нахожусь в форме. И чувствую себя ко всему этому еще тоже невероятно хорошо. Но что-то вот случилось. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, все-таки я склоняюсь к тому, что Всевышний решил так. Вот за пять минут до конца матча, как будто бы ты еще надеялся, что Никита где-то совершит ошибку. И ты за пять минут в целом смог бы набрать нужное количество шаров. Но когда уже даже чисто математически там не получалось, у тебя в глазах прям какая-то растерянность была, о чем думал ты? Да, при счете 93-90 я проигрывал, я сейчас скажу сколько, 17 шаров. Отставание было. И партию я забил 14-е. С ничего раскрутился. И отставание было уже 93 на 90. Оставалось 10 минут. Началась партия серии отыгрышей. Я пропустил два шара. И оставалось уже 7,5 минут. Стоял такой свой от кучи. Ну, непросто. Естественно, я бы его не играл. Будь это определенное количество шаров, мне не поджимало бы время. Я, конечно, бы не играл, бы отыгрывался до талого. Но вот формат турнира такой, что проигрываешь... Человек, который проигрывает, отстает. Ему нужно рисковать и идти на все в какой-то определенный промежуток игры. В основном это происходит в конце. Есть еще более-менее равный. Ну, и я рискнул, не забил и получил все с Кия. Никита уже не ошибся. А дальше уже я. Не было смысла играть, потому что мне надо было закончить две партии с Кия. И все это за 3 или 4 минуты. Смысла уже никакого не было. Ну, вот по твоим ощущениям, в этом финале можно сказать, что Никита Володин был лучше Иосифа Абрамова? Нет, нет. Ни в коем случае так нельзя сказать было. Просто это стечение обстоятельств. Как-то, я говорю, начало сложилось за него. Середина игры против меня, вот этот Кикс. Но нет, он не был лучше меня. Играли бы мы, допустим, часа два еще. Я уверен, что я бы его обыграл. Это 100%. И будь это еще одна встреча, еще одна. Словно, играли бы мы на четырех побед по встречам, я бы его выиграл. Но конкретно в этой встрече не сложилось. Бывает такое. Я говорю, значит, ему больше это нужно. Не скажу, что больше он этого хотел, потому что я очень хотел выиграть этот турнир. Все сложилось не из-за меня. Ты в одном из интервью говорил, что любишь свободную пирамиду с продолжением. Это одна из твоих любимейших игр. И вы как раз-таки играли в телевизионном формате конкретно в эту игру. Как думаешь, какой формат бы подошел еще для телевизионных встреч? Возможно, Корона, в которую тоже часто спортсмены играют и говорят о том, что было бы интересно посмотреть ее на телевизоре. Я думаю, что самая лучшая игра для телевизионного формата, это все-таки длинная пирамида, длинная свободная пирамида. И в целом формат хороший, но надо, как по мне, поменять немножко правила, чтобы зритель, который впервые включает бильярд, он не видел, как в одну лузу шары скатываются на протяжении. Вчера Никита забил мне 27 ския, из которых 20 шаров он забил в одну лузу. Я считаю, что это не красит наш русский бильярд. Надо сделать, более усложнить эту игру, что ли. Я предлагаю, если меня кто-то услышит, кто-то рассмотрит такой вариант, я предлагаю, чтобы мы играли не больше одного шара в одну лузу, и отыгрыш немножко усложнить, три борта на одной половине и два борта на разных половинах. Это было бы красиво, картина бы игры совершенно изменилась бы, были бы выходы, были бы движения со стороны спортсмена, он бы не стоял на одном месте, не тыкал бы в одну лузу. И картина игры уже сразу бы стала любой, любой человек, который включил бы эту игру, он понял, что здесь, чтобы забить какое-то количество шаров или выиграть встречу, по-настоящему нужно иметь высочайший класс. А так это немножко примитивно и для нас, для спортсменов, и для зрителей, я считаю, тоже. Плюс еще и лузы широкие позволяют для того, чтобы усложнить правила игры. Но это больше шоу-формат. Здесь есть большая опасность, что просто случится такое, что спортсмены в какой-то момент не смогут забивать, и тогда это будет провал. К примеру, как это было с Зайцев, с Муциев, когда счет после часа сыгранной встречи был 18-18. Это провал, и, конечно, они страхуются, организатор. Ну да, в первую очередь это про смотрибельность и зрелищность. Ты тоже во многих интервью рассказывал о том, что мужская половина твоей семьи связана с бильярдом. Так или иначе, практически все как-то где-то что-то связаны с бильярдом. Как сейчас обстоят дела? Кто где у тебя? Все то же самое. У нас 5 бильярдных клубов. Если еще считать наш поселок, то даже 6. 5 бильярдных клубов в городе. Каждый занимается на своей территории. Старший брат занимается в одной бильярдной. Младше меня брат занимается в другой. Наш самый маленький занимается все, что связано с техникой. Снимает видео, транслирует матчи. То есть он исключительно занимается продвижением, можно сказать, через вот эти вот трансляции нашей клубы. И бильярд он обозревает. А я езжу по России, по странам СНГ, играю. Тоже своего рода делаю какое-то дело. Какое-то так. Да, ну, поднимаю, наверное, имя, стараюсь. Отец, естественно, над всеми нами стоит, руководит вместе с нашей любимой мамочкой. Передаю вам большой привет, кстати. И все заняты. Все сейчас и наши супруги. Вот у меня жена уже больше 8-9 месяцев. Ну да, поэтому мы поговорим тоже. Да, у брата, у жена. Все заняты, вот, совместный бизнес у нас у всех. И все погружены туда. Прям такая бильярдная семейная династия у вас получается. Да, да. А вот несложно, когда все понимают, все члены семьи понимают игру, и ты приходишь после игры, говорят, Йося. Один говорит, Йося, зачем ты это бил? В третий говорит, да молодец он. Четвертый еще свое мнение. Да, все время кто-то мне что-то подсказывает. Так, надо было сыграть здесь, ты здесь неправильно, вот здесь надо было отыграться, здесь надо было замедлиться. Ну, почему-то, когда я проигрываю, начинают меня учить. Хотя, вроде, когда выигрываю, нет никаких претензий. Ну, бывает, я согласен с некоторой критикой. Я, ну, тут не поспоришь, где-то бывает спешка, где-то бывает неправильный выбор позиций. Позиции, это, ну, мы же люди, хоть и топовый спортсмен, бильярдист, но все равно я человек, мне свойственно ошибаться. Конечно, я прислушиваюсь, и к критике отношусь правильно. Твой папа, это твой тренер, да, он изначально как бы тебя тренировал. А в каких позициях вы чаще общаетесь друг с другом? Как отец с сыном, либо как тренер и спортсмен? Ну, опять же, когда речь заходит уже об игре, мы общаемся с ним, как, в основном, как тренер, с учеником. И нету какого-то там, он мне не дает план на игру, в плане, как нужно там разбирать позиции, или вот здесь надо с этим игроком нужно играть по вот-игрышу, с этим покладки. Он исключительно дает мне советы, вот именно как справиться со своим внутренним состоянием. И да, вот сейчас не так часто, как раньше, но когда мы созваниваемся перед встречами, мы именно обсуждаем только это. А там как надо сыграть, как правильно ударить, там по технике. Нет, это уже далеко в прошлом, с этим я справляюсь сам. Только в психологическом плане мы с ним ведем диалог такой. Отличается ли папа-папа, либо папа-тренер? Где кнут, а где пряник? Ну, вообще нет, он везде одинаковый. Просто в бизнесе он точно такой же, как, в принципе, и в спорте. Он любит, чтобы, если ты за что-то взялся, доводил это до конца. Да, когда просто идет общение, такое какое-то мероприятие, да, он просто как папа, как наш друг. Но если он за тебя взялся, то тебе может не поздороваться, если ты делаешь что-то не так. Поэтому вот кнут и пряник, он есть, присутствует. И это очень хорошо, я считаю. Это правильные и здоровые отношения родителя с сыном, с сыновьями. Да, тут полностью согласна. А вот помнишь ли ты, с каким-то последним вопросом пришел к Шату Робертовичу, как к отцу, а как к тренеру? С каким-то как к тренеру? Ну, что касается, ну, уже в последнее время, каких-то, допустим, вложений, естественно, я с ним советуюсь, потому что он опытнее. Вот в плане спорта уже реже. Больше мы с ним как бы по душам общаемся там. Я и так уже знаю многое, большой опыт у меня есть, что мне делать. Я точно знаю, что нужно для того, чтобы стать чемпионом. И мне уже очень редко нужно брать советы. Я, в принципе, все самые главные качества настоящего спортсмена, я их знаю. И знаю, как над этим работать. Поэтому вот, да, он бывает мне говорит, ты, наверное, уже забыл, что тебе нужно тренироваться. Он бывает мне так обличает, напоминает, что ты хоть и сильный, но тебе все равно необходимо заниматься собой. И не забывай никогда о том, что ты сегодня на вершине, а завтра ты можешь упасть, если ты не будешь делать правильных шагов. То есть вот в таком ключе мы с ним ведем общение. А так, чтобы он мне говорил, там, распорядок дня, как раньше это было, там, ты должен сегодня вот утром встать, там, побегать, или там, потом через... после того, как пришел, побегал, там, позавтракал, пошел в школу, пришел со школы, пошел на тренировку, три часа потренировался, отдохнул еще два часа. Нет такого больше, да. Сейчас исключительно просто как будильник. Напоминалка, да. Но это хорошо. Такой человек обязан быть у каждого человека. Это, я считаю, он делает от любви. Многие говорят, да ты уже и так красавчик, ты чемпион. Если я буду такие советы слушать, я, наверное, очень быстро закончу с бильярдом. Ну да, папа делает правильно, что немножко приземляет от тебя. А если также в семейную историю уходить, то совсем недавно ты поделился своей историей любви, что в феврале, в начале этого года, да, ты женился. А рассказывай, как вы познакомились с супругой, как ее зовут, рассказывай все. У меня вообще в этой жизни все через бильярд. И я очень бильярду за это благодарен. В первую очередь, конечно, благодарен Богу за то, что он мне дал такую семью, дал такой талант. И я пришел именно в это дело. Но что касается бильярда, я на самом деле могу сказать, что бильярд дал мне все. Он дал мне знакомство, дал мне статус тем, которым я сейчас являюсь. И даже меня поженил, потому что я женился на племяннице мастера Киями, которого я играю. Вал. Да. Это родная племянница Данила Терзиана. Данил Терзиан работает с ее родным братом уже на протяжении 7 лет. Они вместе делают Кии. И вот так мы и познакомились. Я познакомился изначально с Данилом Терзианом. Мы у нас очень добрые, теплые отношения. Я играю его Киями. Очень доволен. И как-то все у нас, все через это пошло. Потом познакомились ближе с семьями уже. и все как-то развилось вот до того, что сейчас есть. Познакомились с ней. И через где-то, не знаю, полгода мы женились. Так, но как было сделано предложение? Я вот как сейчас, как всплетница. Так, расскажи, как ты делал предложение. предложение у нас по нашим традициям не старым, вот этим армянским там. Там очень их много. Если все традиции выполнять, там можно сойти с ума. Но мы спокойно, скромно. Моя семья поехала к его семье. Ну, мы вместе. Ну, перед этим мы, конечно, приняли решение. Мы оба, мы две стороны знали, что мы вот едем делать предложение. И мы культурно поехали домой к ее родителям и сделали предложение вот их девочке. И спустя полгода мы поженились. У нас, получается, венчание было где-то в ноябре. Я, может, ошибаюсь, конечно, потому что я с датами не думаю. Ты тот самый мужчина, да, которому нужно напоминать. И вот в феврале мы поженились, ну, может, пять-шесть месяцев примерно. Как зовут супругу? Алина. Алина. Прекрасное имя. Тезки. Прекрасное. А смотрит ли она за двумя матчами? Да, смотрит, переживает. Сейчас она в положении на девятом месяце уже. Эксклюзив. Дай бог, через две недели, да, где-то так, через две недели примерно уже у меня родится сын. И, конечно, не хочется, чтобы она переживала, но я не могу по-другому. Видите, как я играю в стиле игры такой, не получится держать, не держать моих зрителей напряжение, и она в том числе попадает под раздачу, поэтому ей приходится переживать. А ты вообще в жизни романтик вот с Алиной, с женой? Вообще, вообще я такой, наверное, не назвать меня романтиком. Я цветы забываю дарить, я, может, раза три ей дарил, четыре, я очень такой. Чтобы после этого выпуска. Меня все девочки сейчас обвинят, кто смотрит, но я такой, я делаю это тогда, когда я посчитаю нужным. У меня нету такого, вот сегодня там неделя прошла, надо цветы подарить. У нас нормальные отношения в этом плане. Я говорю, ну зачем тебе эти цветы столько, зачем они тебе нужны в таких количествах? Ну там какое-то событие, да, раз подарок там. Я говорю, давай, ну как бы, не, цветы, я сейчас уже не буду сейчас говорить свои мысли, потому что меня заклюют. Да, ну, бывает, чувствую, когда уже там время пришло, ну да, раз там цветы, опять на три месяца ушел. В общем, вот так, как-то так. То есть получается, Алина знала, да, кто ты, смотрела до тебя игры бильярдные и в целом знала, что ты как бы не просто такой человечек в бильярде. Да, она знала, конечно, она, ну она не следила за бильярдом никогда. Она, наверное, слышала в семье, шли эти разговоры, что там вот Йосик выиграл, там, ну, как бы смотреть не смотрела. Да. Ну, потом, когда время пришло уже, да, она начала углубляться, уже отличает свой от чужого, как бы, ну, все. А до этого, когда мы с ней познакомились, она толком-то и не понимала, что там к чему, ну, забил шар там, что это сложно или легко, она там не понимает, чужой это свой. сейчас уже углубилась, уже получше многих топов понимает, что делать. Сама не пробовала играть? Ну, нет, нет, пробовала, но так, как бы, пару раз тыкнуть, как и все, в принципе, любители. А ты сказал, что у вас будет сын, придумали ли имя уже? Да, я называю, ну, я принял такое решение, что я назову его в честь своего отца, потому что я считаю, что это было бы правильно с моей стороны. Всю жизнь мы провели вместе, он меня сделал тем, кем я сейчас являюсь, и это просто было бы неуважительно по отношению к нему. У нас даже шли разговоры такие, что вот если сын родится у кого-то, то назвать, если кому называть его в честь отца нашего, то это только мне. И так и получилось, старший брат, он первый, у него первого появился ребенок, сын, он назвал его, кстати, не знаю, в честь меня, или ему просто имя понравилось, он назвал его Иосифом, да. Ну, а потом у меня сын родился, и я его назову в честь отца. Сына будут звать Ашот, и моя семья, и ее семья только за, и она, то есть все это восприняли как должное. Представлял ли ты, каким папой ты будешь? Больше строгим, либо мути-пути? Нет, нет, я, опять же, кнут и пряник, сто процентов, мути-пути это мути-пути. Иногда можно, да, все-таки ребенок, но в первую очередь ребенка надо воспитать настоящим мужчиной, и чтобы фундамент, я так понимаю, я как бы не представлял, как это будет, вот сейчас ты спросил, а я отвечаю. Я считаю, что в ребенка надо заложить правильный фундамент. Я по собственному опыту могу сказать, ну что я видел, сейчас уже в осознанном возрасте я понимаю, что отец воспитал нас правильно, то он должен знать старше-младше, что такое, должна быть субординация, он должен, больше общения должно быть, должен вырасти настоящим, настоящим пацаном, настоящим мужиком, и это самое главное. Ну, я тебе желаю удачи, чтобы все эти, меньше травм, детских травм случилось у ребенка. Спасибо больше. Спасибо. Ты, может, подумаешь, что ты там, сейчас на него с ремнем лететь. Нет, нет, нет. Меньше травм, я просто не понял. Нет, ну знаешь, сейчас век такого просветительства воспитания, что на ребенка даже поднимать голос нельзя. Ну, это так считается. Ну, это не про нас. Вот он должен, в него ты изначально должен заложить то, что вот если ты ведешь себя неправильно, ты можешь и отхватить, чтобы он знал. То есть это, я считаю, это нормальные здоровые отношения между родителем и ребенком. Да. потому что сейчас у нас очень нездоровое воспитание идет в мире и в основном все дети какие-то сумасшедшие. Именно это все идет от родителей, от их воспитания, взаимоотношений между родителем и ребенком. Поэтому посмотрим, дай Бог, мне мудрости, моей жене, нам будут подсказывать со стороны, мы все-таки опыта в этом нету, но примерно мы понимаем на собственном опыте, как нас воспитывали родители. Ну а сына в бильярд потащишь? Если с бильярдом все будет хорошо, будут перспективы, конечно, я буду рекомендовать ему в первую очередь вот это дело. Если он скажет не хочу. Если скажет не хочу, без проблем. Перейдем уже к игровой части тебя. Сейчас, когда мы говорили о семье, ты был довольно-таки спокойный, мягким в игре, в тебе что-то переключается, ты становишься хладнокровным, где-то дерзким, агрессивным. Почему в тебе переключается другой эфсив в игре? Я не люблю проигрывать. Это с детства. Я очень не люблю поражения. И я не могу смириться с тем, что я могу проиграть. Да, я отношусь сейчас уже с возрастом к проигрышам адекватно. Я могу обнять соперника, могу поздравить его за души чуть-чуть. Крепко очень могу. Я поздравляю его. То есть на моем лице видна искренность. Я правда, если возьмем Володина, на самом деле искренне я рад за него. Но тут другой момент. Я тоже не имею значения, кто выиграл. Я просто не люблю проигрывать. И поэтому у меня и матчи складываются в таком с таким характером, что я когда меня начинают выигрывать, я начинаю злиться, глаза горят, весь я горю. наверное, это все потому, что я просто не люблю проигрывать. Есть кто спокойно к этому относится, они наверняка тоже не любят проигрывать. Но темперамент наверное у нас разный. кто-то вспыльчивый, кто-то мягкий, кто-то вообще не обращает внимания, как будто ему все равно. Он пришел и что играет, что не играет, ему без разницы. У меня складывается такое впечатление, смотря на некоторых игроков, не буду называть их фамилии. Но вот у меня конкретно так. Я не знаю. И по-другому я играть не могу. Я если играю и нету злости, нету какой-то агрессии такой спортивной, я как будто бы лучше, чтобы я не играл. У меня не получается настроиться, не получается играть в свою игру. В общем-то ничего не получается. Поэтому я просто пришел к тому, что мне, я помню, мне в детстве говорили играй сдержаннее, не показывай эмоции, все терпи. А я терплю и я понимаю, что я сейчас кого-нибудь убью. Я просто не могу держаться. А когда такие ситуации происходили, когда я, ну, все спокойно относились даже на тренировке. Ну, не забил, ничего. Я понимаю, что у меня какой-то пофигизм и не получается. И понял, что играй, как играешь, корректно, не бей кием по столу, не кидайся шарами, мелками. Да, злись, пускай видна будет эмоция, но чтобы это было корректно. После проигрыша поздравь своего соперника, пожми корректно руку, стоя, смотря в глаза. Да, но конкретно в игре я не могу вести себя дружелюбно. А узнаваемость для тебя важна в бильярде? Популяризация именно тебя конкретно в бильярде? Да, я люблю, когда на меня смотрят. Я считаю, что это нормально. Мне нравится показывать шоу. Я в первую очередь играю для зрителя. Это правда, это не просто слова. Даже если посмотреть на мой бильярд, видно, что он остроатакующий, динамичный, интересный, на мой взгляд. Не только я, и отец мне говорил, и я со временем понял с возрастом, что играть нужно так, чтобы тебе это нравилось. Если ты играешь так, и тебе это нравится, значит, это будет нравиться всем зрителям, и тем, кто из-за тебя, и против тебя. Это будет красиво. А вот нет ли такого, что ты проводишь параллель между тем, я играю агрессивно, значит, меня заметят, значит, я буду популярным. А те, кто играют ровно, ну, такой позитивным нанере, значит, они менее популярны, они играют ровненько, как бы да, выигрывают, может быть, что-то, но они не такие заметные. Я это понимаю, но у меня не наиграно. Я не наиграно делаю шоу, как бы не наиграно у меня получается играть вот в такой бильярд агрессивный. Я это делаю, потому что я такой. И поэтому и получается. Если я буду сейчас наиграно это все делать, это будет заметно и будет не получаться. Это я... в моем случае наиграно я могу любезничать со своим соперником, пощелкать ему, улыбнуться ему. Но от тебя это будет уже как издевка. Это будет уже как-то, это буду не я. Вот это уже конкретно игра исключительно на публику. Ты отходишь от своего характера и делаешь то, что нравится людям. А я просто такой. я вот так во всем у меня. Я в принципе... Не знаю, как это правильно. Ну, я в жизни такой в принципе. И поэтому у меня на игре это точно так же отражается. Я... Ну, а ты сам считаешь, что ты агрессивен за столом? Да, да, я чувствую это. И я чувствую это, но для меня это нормально. И я не задаюсь вопросом, Юся, как ты думаешь, это нормально? Потому что это ненормально, когда твой соперник выигрывает, а ты его ненавидишь, да? В плане игры. Ты еще желаешь ему, чтобы он там ошибся, чтобы ты его наказал, разорвал. Для меня это нормально. Да, после игры я конечно отношусь ко всем уважительно, тепло. Мы обним... Ну, мы хороших, я считаю, со всеми я в отношениях, со всеми могу поговорить, и с некоторыми даже и очень хорошо общаюсь. Но в самой игре я другой. И я думаю, что это нормально. Это у любого спортсмена. В игре игра это спорт, а отношения, которые происходят там вне бильярда, вне спорта. Это другое. Там ты должен быть адекватным, нормальным, разумным человеком. А есть ли какие-то поступки, которые ты делал за бильярдным столом, за которые тебе стыдно? Да, конечно. Есть такие поступки. Это было... было это, слава богу, в детстве, в последний раз. Вилки ем по столу, кидался, бывало, шарами, сидя, жал руку, не жал руку. Бывали такие моменты. И, ну, как-то... Ну, были в детство, юношество даже, не знаю, и в детстве, и в юношестве я был такой. Ну, когда пришло осознание, что это никак не красит тебя. Ты... В принципе, это даже, даже для меня это очень плохо. Я потом себя чувствовал очень нехорошо перед этими людьми. Я остывал и понимал, что, Ёся, что ты наделал? Как бы, ну, пожми руку, да, адекватно, не ударь кием по столу, не кинь ему шар. Точно так же ты проиграл бы, но зато ты сейчас бы себя чувствовал бы перед ним достойно и не пришлось бы извиняться, да? Извиняться надо по-любому, если ты себя вел как-то некорректно перед своим соперником. Ты должен подойти и сказать, слушай, вот я вспылил, прости. Так нельзя было себя вести. Я так делал часто, но все равно я понял, что, ну, какой извинин. люди смотрят, это некрасиво. Вот сейчас какой, на какой максимум агрессии способен Иосиф Абрамов в поведении за столом? Ну, сейчас, допустимый, я могу сейчас высказаться просто, ну, там, слово нехорошее, может, даже где-то там. Но, это все. То есть, чтобы я там исполнил как-то, как-то сделал так, чтобы моему сопернику я его в такое положение поставил, неудобное, то есть, создал проблему для всех окружающих, такого нету. Ну, на себя могу поругаться, может быть, кием там могу чуть-чуть по ноге по своей, так раз, пнуть могу ки, но это такое, как бы, это редко, я сейчас, от этого тоже надо уходить, потому что уже не в том статусе находишься спортивном, уже надо и от этих вещей тоже избавляться, но пока не могу, если я совсем буду спокойно относиться ко всему, я, наверное, просто чокнусь. Это будешь не ты. Упаду в обморок, я не знаю, меня просто переполняют, я даже не могу здесь в интервью там описать свое состояние, когда мне там что-то не нравится. Читаешь ли ты комментарии к твоим играм, негативные комментарии? Вообще сейчас не читаю, если читаю, то редко, быстро выхожу, как бы, ладно, у вас в баню всех. Заводишься, да? Да, 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 завожусь, и лучше не нужно, потому что сейчас уже не так, сейчас читаю, и больше смеюсь, как бы, ну, люди, люди какие-то отбросы пишут, а ты на это обращаешь внимание, это несостоявшиеся люди, закомплексованные, и сидят, обсуждают тебя, ты достиг все-таки каких-то высот в своем деле, и если ты будешь на них обращать внимание, то им это только в радость будет, поэтому я себя стараюсь отдалять от этих комментариев, ну, и всем все равно ничего, все не докажешь, не докажешь, они, многие будут болеть против тебя на протяжении всей твоей жизни, потому что просто у них ком в горле, и они тебя ненавидят уже, и ты их не изменишь, это только Господь Бог может изменить их внутренний мир, а тебе это никак не исправить, ты не можешь заставить его болеть за себя, или не писать гадости, ну, поэтому лучше их оставить и не трогать. Ты довольно в раннем возрасте стал заметным спортсменом, выигрывал турниры, денежные призы, автомобили, не было ли у тебя звездной болезни ввиду вот такой свалившейся славы? Была, конечно, я на то время, может, это не признавал, но она, естественно, была, это нормально, несмотря на то, что меня отец всегда остерегал от этих вещей, он мне всегда говорил, что есть, будут языки льстивые, которые тебе будут всегда говорить, что ты самый лучший, самый сильный, никогда на это не обращай внимания, но мы люди, мы учимся только на своих ошибках, я считаю, нет таких людей, которые посоветуют какого-либо человека, будь то это самый близкий или дальний, какой-нибудь для тебя человек, он взял бы и послушал, прислушался бы к этому совету и не ошибся ни разу в этой жизни, нам свойственно ошибаться, и я как бы не поверил, сейчас я это понимаю, что была она, конечно, эта звездная болезнь, я подумал, сколько тебе лет было, ну вот сейчас ты понимаешь, лет 15, 14, и даже это, знаешь, это в игре даже видно, то есть человек болеет звездной болезнью или нет, какие ключевые особенности у таких людей, как это? Ну, есть уверенность, есть самоуверенность в игре, я, наверное, не смогу тебе точно описать, ну, на своем примере, вот, как по тебе можно было понять, что звездная болезнь все-таки была? Ну, стал как-то вот, даже играешь со своими сверстниками, а я в основном проигрывал только им и на вот этих детских турнирах, и я как бы думаю, да кто он такой там, что я сейчас буду его там бояться, буду с ним еще отыгрываться, там, и не отходил от своего вот этого вот, не сдавал назад, гордость, гордость берет, гордость превыше, здравого смысла, в некоторых моментах, если неправильно делаешь, неправильно оцениваешь ситуацию, и вот на этой почве я очень много проигрывал и не воспринимал там, бывало даже и высказывался, да кто он такой там, что мне вообще там, типа, кто он, кто, ну, бывало, это нормально, звездная болезнь, ничего в этом нет страшного. Ну, скорее всего, все топ-спортсмены через это проходят, проходили. Да, да, но сейчас все иначе, сейчас я гораздо лучше, чем когда я был в детстве по результатам, но сейчас ее нету, я считаю, я очень адекватно оцениваю себя и очень считаю, что уважительно отношусь к людям, потому что, если ты уважительно относишься к людям, скорее всего, вот этой звездной болезни не будет, поэтому я сделал выводы, сделал работу над ошибками и надеюсь, опять же, дай бог, чтобы эта звездная болезнь меня никогда больше не коснулась. Все равно все от него, он как решит, так и будет, но мы должны делать правильные шаги, чтобы этого не случилось. Всегда надо довольствоваться тем, что есть, всегда надо достигать своих целей, должна быть мотивация, ты должен прислушиваться к своим близким людям, к правильным советам, и тогда этой ошибки точно ты избежишь. Ты также известен как коммерческий игрок, часто тебя можно было увидеть в играх в коммерцию, как часто сейчас ты на них соглашаешься? Я сейчас вообще не играю в коммерцию, я отошел от вообще коммерции, что связано с игрой на деньги в бильярд или вообще какую-либо игру на деньги. Я не играю уже больше, почти уже не играю два года, и возвращаться я туда не собираюсь, мне это больше не приносит никакого удовольствия играть на деньги, искать коммерции, выигрывать людей, путать их. Были грешки, не скрою, но, опять же, ошибки. Для наших зрителей, я думаю, будет интересно, какой самый большой выигрыш у тебя был в коммерцию? Ну, по сравнению с тем, кто там выигрывал огромные суммы, ну, я, может, не так много выиграл, но я не хочу их называть, они... Не, одна, давай, одну, самый такой большой кушкоммерци. Зрители по-любому спросят, я же знаю этих искушенных наших. Два миллиона я выигрывал, но это... мне это не надо, сейчас была бы возможность выиграть два миллиона, я бы не согласился. Сейчас важнее титул? Сейчас... Нет, тут больше не в титуле даже дело в отношении к людям, я не хочу доставлять никому таких трудностей, и даже если для человека это не трудность, не вызовет никакой проблемы проиграть такую сумму, все равно не хочется пачкаться в этом, потому что это... Ну, лично для меня очень много и, наверное, людей посмотрит, которые связаны с игрой, я никому не адресую это, это исключительно мои убеждения на моем опыте личном. Это ничего хорошего, когда ты выигрываешь у человека деньги, это... эти деньги не принесут тебе счастья, ты не обогатишься на этих деньгах. Карма, она есть, поэтому оставим это в прошлом и только спортивный бильярд меня сейчас интересует. То есть, если делить мир на добро и зло, то коммерция это зло сейчас? Да, для меня да. Ну, это нехорошо, зло это громко, потому что многие... Такие крайности, это просто крайность. Мои близкие люди тоже играют в коммерцию, я знаю, разыгрывают деньги и в другие игры, я ни в коем случае их не осуждаю, нет, это их выбор, но для меня я могу заработать по-другому эти деньги, мне это не нужно. Спонсор этого выпуска компания Weekend, официальный дистрибьютор крупнейших торговых марок. По промокоду ПИРАМИДА вы можете получить скидку 7% на товары для бильярда и игротеки. Переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании. Weekend это про качество. Хочу поговорить про 22-й год, твое небольшое отсутствие, что было после него. Давай начнем вообще с того, почему ты на несколько месяцев ушел из бильярда, если ты можешь об этом сказать. Да, ушел в чуть-чуть другую сферу деятельности, немножко хотел сменить обстановку по некоторым своим личным обстоятельствам и уехал где-то на месяцев 7, до этого уехал я в апреле, до этого не играл больше полугода, то есть уже тогда по сути мог бы быть спад, потому что я вообще не играл в бильярд, посетил один турнир в том году или вообще даже не посетил, не помню. Начался же у нас, как мы все знаем, одно такое событие было, да, и турниры все отменились, но я не играл в любом случае и потом после этого еще уехал в другой город, сменил рот деятельности, не играл в бильярд вообще, может быть, раз 10 я всего сыграл за эти 6-7 месяцев и, конечно, когда я понял, что я уже не могу без бильярда, я вернулся туда, но я вернулся уже совсем совсем другим спортсменом, совсем другим игроком, я просто перестал понимать, что происходит. Я проигрывал таким игрокам, которым сейчас, ну вот, я не, опять же, не назову их фамилии, но на самом деле я обыграю их левой рукой, я просто не мог играть с ними, я им проигрывал, у меня с кем-то борьба была, еле-еле кого-то выигрывал, проигрывал детям, дедам, в общем, любителям, все социальные группы. Кому я только не проигрывал, это был ужас, и я, это продолжалось где-то на протяжении года. Ну вот я когда готовилась как раз к интервью, да, у тебя вот 22, до июля 23-го года, и вот с 22-го года, ну прям чуть ли не самый ужасный твой спортивный сезон, потому что там были даже официальные старты, в которых ты там не то что в 16 не входил, но там даже в Олимпиго, и это мой максимум, это был ужас, и, конечно, я как по той старой памяти все время, все время вот эти воспоминания, играешь в матч, а ты помнишь, что ты вообще играл по-другому, где ты, где ты сейчас, и где ты был раньше, это два разных уровня, и это продолжалось на протяжении года, эти мучения, и в конце 23-го года я чуть-чуть взял себя в руки, вспомнил, как надо играть, выиграл там пару турниров, был даже вот у нас Азия против Европы, там я выступил хорошо, уже тогда началась такая форма, прилив вот этой старой формы, но все равно не то, в начале года я готовился к чемпионату мира в Кыргызстане и готовился очень упорно, тренировался, бегал, режим соблюдал, в общем, жил как настоящий спортсмен, но поехав туда я понял, что ничего не изменилось, вроде ты тренировался, по сути, шаг вперед, два назад произошло, еще хуже я начал играть, и проиграл там, да, мне исполняли, но я могу сказать, что я играл плохо, по собственным ощущениям, и уже боялся, боялся я ездить на турниры, я как я победитель, по духу, я не могу так легко, чтобы со мной просто издевались, выигрывали меня, выкидывали с турнира, и, конечно, я начал бояться ездить на турниры, я даже их, бывало, избегал, в 23-м году, я, бывало, не ездил даже на турниры, просто потому, что я понимаю, я приеду туда, сейчас опять проиграю какому-нибудь там любителю, и опять эти эмоции вот эти испытывать, но и в то же время не ехать я тоже не мог, не едешь, думаешь, блин, хочется играть, в общем, такое состояние, я понял, что надо просто посещать все турниры, набираться вот этой турнирной практики, и так и получилось, с начала июня я начал выигрывать практически все, я выиграл в этом году, а даже то, что не выиграл, я был в финале, и все, и вот сейчас я опять, сейчас я опять окрыленный, внутренне, я чувствую, чувствую, то, что я сейчас непобедимый, да, я могу проиграть, но внутри я даже, я даже не даю себе этой мысли, я четко оцениваю ситуацию, и я понимаю, за счет чего я могу проиграть, но и в то же время я понимаю, что этого не будет, потому что я сейчас нахожусь в фантастической форме, и в плане игры на бильярде, и в эмоциональном плане, только вот такое может произойти, как, допустим, вчера в финале, какое-то недоразумение, кик с дурак, там, начало старта взял Никита, то есть, такой мощный, вот только так, какие-то стечения обстоятельств могут помешать мне выиграть. Но вот в этот застойный период у тебя не было мысли, что, да, ну, все, как бы я в форму не вернусь, пойду-ка я в тренерство, там, развивать бизнес, и как бы уйду, как спортсмен. Тренерство нет, а вот, а по-моему, даже в тренерство было, ну, как-то такое может быть, мельком было, может быть, я не помню точно, но да, что закончить я хотел, потому что совсем это было издевательство, но представь, ты, вчера ты выигрывал абсолютно все, не знали, как с тобой играть, а сегодня ты пришел, и... понимаешь, понимаешь, настолько вот этот контраст получился, что я, конечно, был в ужасе, был загнанный, у меня страшные эмоции были, я реально ничего не хотел, настроения не было от этого, просто... Ну, еще тебе, человеку жадному, до побед, вот это все, мне кажется, по самолюбию бьет очень сильно такая история. Я прекрасно понимал, что эти люди, которые сейчас находятся в топе, они далеко не являются по-настоящему экстра-классы игроками, они просто, просто нас примитивные, сильные бильярдисты, это не оскорбление, это просто факт, они примитивно забивают шары, делают это, кто-то делает стабильно, кто-то менее стабильно, но нету вот этой вот, нету этого напора мощи, вот, допустим, как у того же Сергея Крыжуновского, у меня, если ты не чувствуешь силу от них, ты просто понимаешь, что, ну, ты ошибешься, поставишь ему все по лузу, но он тебе сложит, он не проиграет тебе в такой ситуации. У кого-то более-менее там все в порядке с характером, да, он выдерживает еще какое-то там давление, но опять же единицы, но все равно не то, ты понимаешь, что нет, это не должно такого быть, должен выигрывать по-настоящему сильную игру, он должен быть, по всем компонентам должен совпадать. Ну, к сожалению, вы играете в бильярд, где иногда вот случай может решить. Ну, это не только в бильярде, я тебе скажу, это бывает и в футболе, и в баскетболе, я уверен, в футболе я скажу, потому что я за ним долгое время наблюдал, и в теннисе, и везде. Фактор случайности ни в одном виде спорта не исключен. Присутствует, да. Присутствует везде, в том же Снуки не всегда выигрывает сильнейший, тоже время и случай просто, но все равно на дистанции выигрывает сильнейший. И вот я сейчас дошел до этого состояния. Получается, тебе помог наигрыш, наигрыш и тренировки выйти из этого состояния упаднического. Да, да, да. Ну и ты все сделал правильно, потому что у тебя этот год просто какой-то золотой. У тебя все третьи победы, там, мир, Кремль, империя, все было. Кстати, на Кремле ты был с нашивкой Баурова, тоже на финале. Как так случилось? Потому что очень многие нас в комментариях спрашивали. Ну, случилось это очень просто. Две стороны договорились, пожали руки и вперед. Что еще, может быть, ждать от вашего сотрудничества с Сергеем Александровичем? Навряд ли, потому что я очень уважаю этого человека. Он делает огромный вклад в развитие русского бильярда. Он локомотив, который прет, а за ним идут еще люди. Играть за такого человека, это, конечно, конечно, очень престижно, очень круто. Но я, наверное, в ближайшее время этого делать не собираюсь. Но я не буду это, в общем-то, озвучивать пока, что об этом вы узнаете позже. Но пока сотрудничества у нас не будет. Приятельские отношения. Приятельские отношения. Я его очень уважаю как бильярдного деятеля. Я говорю, он укладывает душу, сердце, всю энергию в то, чтобы делать что-то для спортсменов. Да, он на этом зарабатывает. Он однозначно бизнесмен. Но не все себе он. И берет, и дает. Вот это очень хорошее человеческое качество в нем присутствует. Я, опять же, ко всем отношусь уважительно. И у кого там какие проблемы, это меня не касается. Конкретно с этим человеком у меня нет никаких проблем. Поэтому процветание, удачи. И мы всегда рядом. Мы все-таки крутимся в одном деле. Все друг другу будем помогать. Это нормально. Если он меня попросит завтра прийти поиграть здесь, я приду и сыграю. Если у меня будет время, силы, здоровья, я приду, это сделаю. Потому что такому человеку отказать нельзя. Он все делает для спортсмена. Но о себе он не забывает. Это нормально. Поэтому, в общем-то, вот как-то так. Тоже в одном из интервью 2020 года ты сказал, что возможно, закончишь карьеру через 3-5 лет. После этого интервью уже прошло 4 года. Сейчас ты в потрясающей форме. Наверное, уже этих мыслей нет, да, заканчивать карьеру. Ну, я же говорил, то, что я делал и говорил раньше, не все было верно и правильно. Не взвешены где-то слова, где-то поступки. и поэтому то, что было тогда, какие-то моменты я, конечно же, пересмотрел. И этого не будет. Я не закончил, не закончу через 5 лет и даже с этого времени. Если не случится что-то сверхъестественное. Сейчас у тебя определенный фокус на тебя, как на спортсмена. Да, да, да. А чем ты еще, кроме бильярда, ты увлекаешься? Есть у тебя хобби? Нет, наверное, такого сейчас хобби нет. Бывает, идем играем в футбол с нашими друзьями. Я братом с друзьями бывает, когда я в городе у себя, мы собираемся, играем в футбол. Ну, а так нет, просто проводим время друг с другом. Таких прям конкретных хобби. Бильярд все равно. Вот как у многих любителей хобби бильярд, они посвящают этому по 6-8 часов времени. Есть такие любители у нас на протяжении там 6 дней в неделю, они на протяжении 365 дней, ты просто не понимаешь, откуда он берет деньги, он же просто играет. Ну да, у них налаженный бизнес, все хорошо, и они, это для них хобби безоговорочное. Ну, а для тебя сейчас это? Для меня такого нету, да. А как часто ты тренируешься сейчас? Сейчас я даже времени нету тренироваться от турнира к турниру, но вот сейчас будет застой, и я пойду и точно так же буду готовиться, как и готовился в этом году, в начале этого года. Точно так же будет и подготовка к следующему году, что есть пауза, есть время, и надо правильно и грамотно распорядиться им. Вот как нужно тренироваться, чтобы играть, как Иосиф Абрамов? Да, можно сказать, потому что все равно этого делать, если кто-то и будет, то единицы. На пальцах одной руки можно даже не сосчитать. Очень все просто, дисциплину тренировать, характер и, конечно, бильярдные игровые навыки не забывать оттачивать все по чуть-чуть. И с потоком турниров все это будет еще больше, еще более улучшаться, будут твои навыки и характер. То есть, перед турнирами нужно быть быть на готове. Ты уже затронул тему с топ-игроками, топ-спортсменами. Вот ты себя считаешь топом? Наверное, глупый вопрос, но я все-таки хочу услышать ответ. Я, конечно, себя считаю топом. Я даже так скажу, что я считаю себя одним из лучших вообще в русском бильярде. Ну, я и есть люди, которые тоже так считают. Я не скажу, что я лучший. Я стремлюсь к этому. Так и будет. Я в этом не сомневаюсь. Но пока я не могу так громко заявить. Одним из лучших, да. Лучшим еще нужно время. Я не могу сказать сейчас, назвать лучшего игрока в истории русского бильярда. На мой взгляд, их нет. Есть Евгений Сталев, которого имя в свое время ассоциировалось с бильярдом. И бильярд ассоциировался с его именем. Такой человек есть. Но лучшим в истории я его все равно назвать не могу, потому что он не сделал. Он рано бросил. Рано закончил с бильярдом. И углубился в другие игры. Как бы не жил уже достаточно долгое время. Даже на тот момент, когда играл на хорошем топовом уровне, он не жил как спортсмен. Поэтому его я навряд ли впишу как самый лучший игрок в истории русского бильярда. Но он один из лучших. Это однозначно. И даже ходит в тройку, пятерку, сто процентов. Но я тоже являюсь таким. И я уверен, что я буду лучшим в истории. Однажды об этом скажут люди, но сейчас это рано заявлять. Я слишком молод. Но все равно у нас есть в интервью такой вопрос, кого считает топ-спортсменом. И часто я слышу как раз и твою им фамилию. Было бы интересно услышать от тебя. А почему, кстати, что ты сам себе считаешь достойного топа? То есть ты играешь просто красиво. Либо характер, либо это все вместе. Все вместе. И на протяжении долгого времени я подтверждаю и свои слова, и свои титулы. Я очень много выиграл для своих лет. Я считаю, что вообще такого игрока не было и может даже и не будет, который в 23 года завоевал столько титулов. Это на самом деле не так легко, я вам скажу. На мой взгляд, это серьезное достижение. Вот возьми какого-нибудь игрока сейчас, приведи в пример, который в 23 года смог достичь таких же результатов, что и я. Я сейчас по титулам сравниваюсь с такими игроками возраста там 30 лет, 29, 35, 40 лет, которые уже очень давно в этом деле и гораздо раньше меня. Тот же Никита Левада. У него титулов не больше, чем у меня, хотя по возрасту, посмотри, насколько мы, у нас разница, 6 лет, это тоже один из лучших игроков тоже в истории бильярда, потому что столько титулов выиграть, это не так просто, его можно туда тоже вписать, но вот я просто обычная математика. почему какого-либо спортсмена можно назвать лучшим в истории бильярда, что он выиграл больше всех турниров, да, но плюс еще должно быть подкреплено это твоим характером, твоим обаянием, как ты вообще ведешь себя за столом, ты должен запомниться людям, это тоже немаловажный фактор, я думаю, что у меня это все вот эти компоненты, все они друг с другом соединены. То есть твоя цель стать лучшим в истории бильярдистом, чтобы твое имя всегда было на слуху и выиграть больше всех турниров? Да, да. А сейчас есть какой-то предел, количество турниров, которые нужно выиграть точно? Или там чемпионатов мира, вот что, вот например Диана Миронова, и мы когда с ней тоже общаемся на репортажах, она говорила, вот я сейчас стану там десятикратной чемпионкой мира, все, я как бы немножко паду, отпущу, потом она становится и это никогда не заканчивается. Это не заканчивается, надо всегда просто не смотреть на статус турнира, да, ты раз поехал, ты просто должен выигрывать. Чемпионат мира это или кубок мэра Москвы, кубок Кремля, это не имеет значения, это точно такой же турнир, точно такой же состав, по сути, и не менее престижный турнир. Чемпионат мира, да, он звучит как бы самый престижный, но мы знаем и много других турниров, на которые не меньше акцент ты ставишь, когда едешь туда. Поэтому просто выигрывать все, выигрывать как можно больше, создаются какие-то новые турниры, сразу захватываешь его, вот, вот, и игрой показываешь, ты можешь проиграть, опять же, может быть такое, но ты сам должен на себя посмотреть, на статистику свою, годовую, и понять, вот, ты самый стабильный игрок, это и есть, залог, залогу того, что ты можешь являться лучшим. Да, это тебя точно запомнят. Давай услышим твой топ-3, без тебя в нем, кто это будет среди мужчин? В данный момент, да? Да, давай в данный момент. Сложно называть, вообще, очень сложно. Не обязательно, да, что это будет прям первое, второе, третье место, просто три фамилии, да, вот в твоем понимании, без тебя. Да, Никита Володин, там, потом, кто у нас еще? Не знаю. Кто у нас еще может быть? Ну, нестабильные все. Да, стабильности многим не хватает. Никиту Володина можно назвать лучшим сейчас, потому что хотя бы, а, я, кстати, извиняюсь, для Никита Левада еще обязательно, потому что это тот игрок, который, ну, не выигрывает три турнира, но следом выигрывает один какой-нибудь. То есть он все равно, все равно на слуху, всегда где-то он в топе, что-то выигрывает. То есть он там тоже будет. Никита Володин взял хороший старт в начале года, поэтому тоже здесь. А вот третьего я не назову. По результатам Лепшаков, а по игре не он. То есть непонятно. А если брать за все время? Твой топ-3. За всю историю? Ну да. Если не брать меня, Не брать тебя. То стали по ломаре Крыжановский. Крыжановский, потому что он невероятно экстра-экстра неординарный, или как правильно выразиться, игрок. Это фантастический, фантастическое видение позиций, нереальное нанесение количества ударов, арсенала, просто вагоны маленькая тележка. Мы даже друг с другом можем сравниться. Мы одинаково видим ситуации, позиции, поэтому я его, не назвать его, не назвать и себя. Но себя я, как бы я, он отошел от бильярда. Поэтому сейчас он не показывает никаких результатов. Но если не брать результаты, как реально, кого я вижу, грамотного, бильярдиста, мощного, с мощным характером, это, конечно, он туда войдет однозначно. Стали в поломарь привычные, привычные две фамилии, на которых равнялся вот это вот новое наше поколение, не новое, а наше поколение. Поэтому не называть их это было бы неправильно. Раз мы на них равнялись, значит, они нам нравились, и в свое время они были в топе. Поэтому вот мне вот очень часто спортсмены называют три фамилии. Это как раз Абрамов, Крыжановский и Белозеров тоже очень часто встречается. Вот если, например, поставить вот эти три фамилии в ряд и разделить, вот есть спортсмен, который трудился и заработал все трудом, а есть талантливый спортсмен, которому в целом не нужно так много трудиться, как вот этому первому. Вот рядом с чьей фамилией ты поставишь, например, Абрамов слэш труд, там Крыжановский талант. Вообще, я даже, честно говоря, Белозерова и не рассматривал никогда, я не знаю, кто придумал это. И из того, что есть, наверное, Белозеров, но я вам скажу, что в нем нет ничего такого прям волшебного. Есть какие-то удары, ну, вся Украина играет так. Если посмотрите сейчас на чемпионат их страны, то вы увидите, что там какой-то космос происходит. Они все что-то забивают нереальное, но это одноразовая акция. У них школа такая. Для меня есть игроки получше, если не брать Паломаря, получше Белозерова. Белозерова для меня никогда не являлся каким-то очень таким конкурентом. Мы конкурировали, наши имена всегда были на слуху, но он не был никогда для меня каким-то препятствием на самом-то деле. И не выигрывал очень много турниров. Если ты вспомнишь и откроешь статистику, ты не увидишь фамилию Белозеров на первом месте очень часто. Это происходило редко. Давай тогда возьмем три фамилии. вот тебя, Сергея и давай Паломаря Александров. Кто из вас троих с трудом ассоциируется как трудолюбивый спортсмен, которому все далось благодаря труду, а кто просто талантливый? Да все в свое время трудились и все одинаково талантливые. Поэтому кто-то просто кто больше трудится, тот дольше играет. А так если возьмем того же Паломаря, я уверен в свое время он тренировался очень много, когда был на пике своей формы. Если мы возьмем меня, я тоже очень много тренируюсь, тренировался, чтобы быть на пике. Если мы возьмем Крыжановского, Крыжановский тоже очень много времени уделял бильярду. Все закономерно. Он отошел от этой игры и вот результатов нет. Да, он сейчас не играет, но мы вспомним, когда он играл, не было результатов никаких. Он очень долго не выигрывал, много турниров посещал, но выиграл всего лишь один раз кубок в Перми. Но это за счет потока, да, он должен же что-то выиграть, но на самом-то деле все должно быть одинаково. Только на таланте не выйдешь. Да, трудолюбие я думаю, что у меня даже больше. Больше, потому что я все-таки уделялся, не знаю, как они тренировались, но я не думаю, что они соблюдали режим, бегали, плавали. Помимо бильярда, мне кажется, они не занимались ничем больше. Поэтому трудолюбие у меня больше, а талант одинаковый у всех троих, кого ты назвала. Мы сейчас записываем это интервью в преддверии чемпионата мира парного в Новосибирске. Как раз вы едете с Сергеем Крыжиновским, да? Ничего не поменялось? Да, на данный момент через два дня мы вылетаем туда. Как вообще сложилась пара? К сожалению, команда Legend TV не едет в Новосибирск, поэтому я сейчас буду все вопросы задавать тут. Вот как ваша пара сложилась? Также обоюдно приняли решение, что я говорю, что я не хочу, допустим, с кем-то играть, мне хочется, если играть, то чтобы это было красиво, чтобы афиша была красивая. Команда Абрамов-Крыжановский, да, звучит? Ну, вообще прекрасно. Потрясающе. и плюс еще денег там не особо много, к сожалению. Поэтому, да, может, не самая правильная пара, да? Вообще, мы всегда в паре, должен быть один лидер. Вот это был мой следующий вопрос, как при наличии двух лидеров собрать сильную, стабильную пару? Можно. Я сейчас это расскажу, как это правильно будет сделать. Должна быть гармония, никто не должен тянуть на себя одеяло, очень добрые, хорошие отношения. Но мы привыкли к тому, что один сильный лидер, а другой просто крепкий, подбирающий игрок, который исполнитель. Да, он четко справляется со своей функцией. Но сейчас все иначе, потому что просто мне так интересно. Я уверен, и он бы не поехал на этот турнир, и я бы не поехал на этот турнир. Если сейчас Крыжановский скажет, что я не буду играть, я просто возьму и улечу. Что я не буду искать другого, с кем-то поиграть, просто, чтобы поиграть. Мне конкретно просто интересно, мне хочется, чтобы люди это увидели. Опять же, больше для людей, чем для себя. Ну, я думаю, тебе бы тоже было бы интересно. Мне тоже интересно, да, но я-то примерно понимаю, что будет происходить, а люди не совсем, им кажется, многим вообще кажется, что это нереально, чтобы нас выиграли. Очень многие не верят вообще в тот факт, что мы можем проиграть. А это на самом деле может случиться. Неправильное отношение и спокойно переругаетесь там, парень. Ну, не даже... Что ты делаешь? Что ты делаешь? И все, пара распалась обратно в билет. Мы не будем, мы все-таки адекватные взрослые люди, поэтому... Склейка. И там финал в Новосибирске где-то там. Трако. Да, да, да. Да, нет, ну, посмотрим. Мне самому тоже интересно, как это все сложится. Но вы в паре никогда не играли? Не было такого форума? Нет, нет. Мы, кстати, играли даже друг против друга. Ну, это... А, парами. Ну, я с одним напарником, он с другим. Два раза на чемпионате мира мы так попадались, где мы с Семеном Зайцевым кстати, выиграли... Выигрывали, да. Или один раз, не помню. То ли один, то ли два раза. Но один точно выиграли мы в финале. Поэтому посмотрим. Будет интересно. Ну, вот какой результат на чемпионате мира вас устроит? Вы будете все-таки на золото? Только первое место, конечно. Ну, по-другому никак. Ну, и за красивый бильярд. Обязательно. Мы перейдем к финальному блоку вопросов про будущее бильярда. Есть ли у него сейчас, по твоему мнению? Есть. Есть будущее бильярда. Я для этого делаю все, что могу. Лично я за себя могу сказать. Все зависит, конечно, от руководства бильярда. Оно должно делать, чтобы было будущее. Это в первую очередь деньги. Деньги сейчас, как мы знаем, все решают. Если будет много денег, будет большое внимание к этому виду спорта. Не будет денег, не будет никакого внимания. Что, на твой взгляд, сейчас бильярду дает популяризацию и за счет чего можно его продвинуть в массы? Сейчас большую популярность набирает благодаря этому формату Матч ТВ. Люди, очень многие, узнают об этой игре, смотрят своего рода большой вклад в развитие русского бильярда. Обязательно от нас, от спортсменов, мы должны делать все для того, чтобы эту игру было интересно смотреть. И я призываю каждого бильярдиста не бездумно, но красиво играть. Стараться делать шоу, потому что люди любят шоу. Вот совместно с нашими усилиями общими бильярд можно продвинуть. Но деньги, деньги важны, очень важны. Да, если бильярд будет поддерживаться, то наверняка к нему будет приковано больше внимания. И тоже в одном из твоих интервью ты говорил, что когда только-только взял ки в руки, тебе было 6-7 лет, тебе нравился бильярд за то, что, тут прям цитата, мне нравится бильярд, потому что мне нравится, что шары падают в лузу, они пропадают, и так клёво, что они забиваются. И сейчас, а сейчас ты говоришь, я уже к этому привык, поэтому так меня не забавляет. Так вот что... Сейчас мне тоже нравится, как и забавляются шары. Да, вот как раз, а теперь вот вопрос. Исчезают они. С момента интервью, точнее, не с момента интервью, а с момента того, когда ты так думал, да, прошло там 15-16 лет. Чем сейчас бильярд нравится Иосифу Абрамову? Мне нравится в рисунке, в самом. Мне нравится заниматься искусством за бильярдным столом. Я не люблю, когда люди бьют, просто так по шарам забивают, и потом просто ищут, смотрят на шар, хоть бы он подбил что-нибудь там. Мне нравится, когда люди занимаются изобразительным искусством на бильярдном столе. и я буду навязывать такой стиль пильярду, и чтобы люди играли именно так. И я очень хочу, опять же, чтобы наше руководство сделало такую игру, придумали, может быть, спросят совет, если он им нужен, для того, чтобы априори ты не мог просто так шар забить и сложить серию. Ты должен думать, ты должен два-три шага вперед подумать перед тем, как нанести один удар. Потому что в этом и есть красота бильярда. Да, однозначно и сто процентов. Ну а мы переходим к нашей постоянной рубрике «Вопрос от подписчиков». Мы дали информацию в наш телеграм-канал, ссылка тоже будет в описании, что у нас будет с тобой интервью. И мы получили просто какое-то колоссальное количество вопросов за несколько часов. Боюсь представить, что было бы, если бы мы заранее анонсировали это мероприятие. Но мы выбрали самые интересные, самые клевые, и сейчас их задозим от лица наших зрителей. Твое самое обидное поражение в карьере? Поражение чемпионата мира в финале как раз-таки Белозерова. Очень обидно было, потому что я был в потрясающей форме, в невероятной вообще во всех отношениях. И физически, и морально, и за билярным столом. Мне казалось, что я вообще не победим. Но я на тот момент, вот как и сейчас, проиграл каким-то просто нереальным, может даже случайным образом. Мой соперник сыграл выше своих возможностей. И вот, наверное, одно из самых обидных поражений, я считаю, именно в финале чемпионата мира в Казахстане в 2018 году. Не признавался ли в штрафах? В детстве, может быть. Сейчас это для меня ниже моего воспитания и моих понятий о том, о культуре бильярда. Надо обязательно признавать штраф. Как и где будешь отмечать Новый год? Дома с семьей. То есть Новый год это для тебя домашний праздник? Да, только мы всегда с семьей собираемся. Тем более уже мелкий точно будет. да, будет. Новый статус. Мы включаем телевизор, слушаем нашего любимого президента, а потом идет тост и за Новый год все, и вперед. Следующий вопрос. Насколько, по мнению Иосифа, он прошел бильярд как игру? Бывают ли позиции, в которых ты не знаешь что делать? Нет, не бывает позиции, в которых я не знаю что делать. То есть ты прошел бильярд? Можно так сказать. Бывает, где-то, может, неправильно я выбираю позицию, но чтобы мне поставили шар, сказали, вот сделай сюда выход. Сделай, допустим, четырех-пяти бортов выход в эту зону. Я знаю, как это сделать. Может, я это не исполню с первого раза, но я точно знаю траекторию битка или чужого. Но это в первую очередь из-за наигрыша. Да, да, конечно. Повлияло ли как-то на Иосифа то, что он играл в финале с другом, в финале Бэтбома имеется в виду? Нет, вообще, мне без разницы. Хоть друг, хоть папа, хоть кто угодно. Я не смотрю. Ведешь ли тренерскую деятельность? Нет, бывает, просят, но дорого. За деньги, да? Да, за деньги, да, конечно. Какие самые необычные форы давал Иосиф? 8-1 давал. 8-1, помню, такой не блиц будет, потому что чуть затянется ответ. Давал 8-1, и человек отвечал тройным кушом. И я выиграл четыре партии подряд. То есть я забил ему четыре партии с Киа. Он рассчитывал на то, что он будет выигрывать три партии подряд, а я, может быть, одну. А я взял, ему забил четыре партии с Киа. Тоже о суммах не будем говорить, но сам факт, вот самая максимальная фора. Да, забавные тоже вот случаи. Есть ли у Иосифа мечта придумать Абрамовку, так сказать, или, на его взгляд, в русском бильярде достаточно интересных игр? Просто не надо Абрамовку, придумайте, пусть она будет, вот я называл эту игру уже, поменяйте чуть-чуть правила, пусть она будет как угодно называется, но чтобы она была. Нет, Абрамовку я не планирую, это даже не звучит. Ну, поддержать инициативу какой-то новой игры ты всегда за. Да, да, да. Как долго Иосиф играет одним и тем же Кием? Недолго. Я очень, очень быстро меняю Ки, максимум, что я играл, это год своими Киями. Потом продаешь или ломаешь? Продаю, да, ну, покупают, и мне, потому что я очень спокойно к этому отношусь, быстро привыкаю к своему Кию, поэтому мне это не... Играл ли Иосиф с кем-то из знаменитостей? Да, играл я, с Лепсом играл, несколько, два или три раза. Еще с кем-то играл, нужно не помню. Дополнение, да, кто, на взгляд Иосифа, наиболее крепкий из медийных людей, с кем играл? Крепкий, из них именно? Да, из них. А я не со многими играл, ну, Лепс более-менее играет, ну, так себе, как бы, ну, нормально, в целом. Ну, на сеньорах он бы мог заявиться? Многих бы выиграл, да. Чтобы понять, примерно, уровень. выиграл бы, выиграл бы, у некоторых бы выиграл. И последний вопрос. Когда всем уже все доказал и не раз, какие у Иосифа планы на будущее? Когда всем все доказал и не раз, дальше саморазвиваться, делать так, чтобы тебе еще было интереснее играть. Вот, играть так, чтобы ты просто сам хлопал, щелкал, и тебе нравилось. Для меня сейчас такая цель стоит в бильярде. Я знаю, если я так сыграю, значит, я выиграю. Это неизбежно. Поэтому вот цель у меня такая на каждый матч сыграть так, чтобы мне понравилось. Все, мы желаем тебе только удачи в красоте, в бильярде, совершенствоваться. И спасибо тебе большое за эту часть интервью. Ну, а мы перейдем к нашей любимой с вами активной части, к бильярдному столу и встретимся совсем скоро. И мы у бильярдного стола. И сейчас нам Иосиф покажет упражнение, рассказывает, что это такое, будет, что нам смотреть, зачем наблюдать. Не знаю, его по-разному называют, но когда мне показывал это упражнение Илья Киричков, кстати, он меня в свое время тренировал, он назвал его снукерным, снукерное упражнение. Задача этого упражнения забить все эти шары и которые стоят в этих лузах тоже их добить. Но они для чего стоят? Чтобы в случае того, если ты не сделал выход, это вспомогательный шар, через который ты можешь обратно вернуть биток в ту зону, чтобы забить вот эти шары. То есть самое главное забить вот эти 11 шаров. И сейчас я это продемонстрирую. Это, конечно, желательно сделать без помощи от этих четырех стоящих шаров у лузы. Сейчас покажу. Это в свое время в 11 лет я это упражнение делал из 10-10. А я думал, что это очень легко, но мне это быстро далось, это упражнение. И когда я людям это показывал, они не могли это сделать месяцами. Вот вот без преувеличения в таком. Ну вот даже уровень моего отца это делал максимум раз в день. И мне казалось, что это невозможно не сделать. И уже с того, с тех лет еще оно для меня быстро очень удалось. Потом, конечно, сделаю, расскажу еще об одном упражнении, более сложном, когда вот здесь стоит линия и все шары, но есть даже видео. Ну подожди, подожди, ты сейчас все покажешь. Я все расскажу перед тем, как забью обо всем, обо всех упражнениях. Все расскажу, все секреты. Вот это будет мимо, что не помилил. Ладно. Забью, так уж и быть. Ну это вот, кстати, опять же, возвращаясь к нашему интервью, про твою любовь к игре художника, так за столом, да, про выходы, про все такое красивое. Хорошо развит вам бильярдный IQ, именно что связано с выходами, с владением битка. Насколько вот просто любительскому уровню нужно тренировать сразу вот выходы, либо им достаточно именно кладку тренировать пока? Не, надо, конечно, любителю в первую очередь надо научиться забивать шары, а потом, когда он уже более-менее научится это делать, ему, конечно, уже стоит задуматься о том, чтобы начать делать выходы. И приучайте себя изначально к тому, что просто так шар забивать это неправильно. Ну да, это как раз-таки очень часто в комментариях комментаторы Мачтова еще каких-то каналов говорят о том, что спортсмены профессионалы от новичка отличают то, что профессионал думает куда биток, где он окажется, чтобы продолжить свою серию и сделать ее максимальной. А не просто на забитие играть. Не все, конечно, но я даже больше скажу, надо не на один ход вперед, а на несколько дум. Стоит позиция, отсюда забил чужого, туда сделал выход, туда, там ты уже знаешь, что ты будешь переводить сюда, отсюда, сюда. То есть вот это настоящий... Многоходовочка. Да, это уже серьезный уровень. Да, конечно, если у тебя ты сейчас забил, а у тебя не получился выход, но все отменяется. Понятно, что... нет выхода. чисто технически можешь ты не выполнить, но думать об этих вещах ты должен, если ты... Хочешь считать против... Нет, если ты уже считаешься экстраклассом игроком, об этих вещах ты должен думать. Любителю, ну, хотя бы на один шаг вперед, ну, максимум на два, если прям хорошая, легкая позиция. Есть тоже отработка чужих шаров по выходу. Я даже делал это упражнение отсюда с точки до точки выставляются шары и биток изначально ставится в любое место. Мы сейчас делаем? Ну, делать это, конечно, мы не будем, мы просто выставим. Вообще, если вы являетесь на сколько шаг должен быть? более-менее игроком, можете забить чужой, можете даже забить и несколько с выходом, то для вас это будет очень хорошим упражнением. Вы, может быть, даже его и не сделаете на протяжении года, но если его делать, сразу поднимается уровень, во-первых, твоего чужого, во-вторых, ты начинаешь очень хорошо владеть битком, и просто улучшается у тебя уровень игры. Не обязательно сейчас встать, если у вас не получается это упражнение сделать, все закончил и больше ты к нему не приближаешься. Не всегда должна стоять цель именно во что бы то ни стало сделать. Если есть такая возможность у вас сделать это упражнение, это, конечно, очень хорошо, но в первую очередь надо думать о том, чтобы просто его начать, просто хотя бы вначале забить четыре шара, три шара, потом пять, потом потихонечку шесть, семь, и дальше вы приблизитесь к тому, что сможете сделать это упражнение. я очень долго его не мог сделать, дня два-три. Долго, действительно. На самом деле сам я это упражнение придумал, говорят, что уже делали, там Сталев потом сразу сказал, что да, я это уже делал, понятно, хотя я ни разу ни от кого не видел таких упражнений. Но я взял это из снукера, там чуть другая расстановка шаров, но тут еще стоят цветные, там болкерные шары, но в целом расположение шаров такое у них, красных. И все, и вот сейчас я, наверное, тоже не сделаю. Ты в прошлом тоже так говорил. Забил хоть один, ладно, пойдет. Давай, сначала четыре, потом пять, как ты говорил. Я могу сразу к четырем, пяти, но наверняка не мой кий и я не сделаю. Но суть будет вам ясна. Ну да, здесь главное понять принцип, чтобы каждый мог повторить. Что-то вылететь может, Даша? Ну, не знаю, у тебя возможно. Кстати, нормально. Удивительно, да? Я-то думала, мы тут надолго, на два-три дня. Вот такие здесь удары присутствуют. Но если мимо, можно чуть-чуть кием подправить. Да, незаметно так. Это магия монтажа. Да, вот тут присутствуют вот такие удары, плавные. В то же время тебе на таких ударах нужно еще проконтролировать биток. Вот даже может быть вот такой. Ну, конечно, допускать, чтобы вот так шар встал, не стоит. Настолько сложно было. если вдруг как случилось, сделали и этот удар. То есть, ты начинаешь уже думать наперед, начинаешь владеть битком. Это очень важно в нашей игре. Получается, чтобы пройти бильярд, нужно наладить отношения с битком. Ну, и, возможно, с чужими. Да. Ну, вот, в общем-то, два самых таких главных упражнений, которые я делал, делал. Ну, вот это я сейчас больше как бы разбираю позиции. Ну, если я импровизированно выставляю себе позиции и начинаю с них выкручиваться. Это что касается и отыгрышей, и атаки. Ну, очень крутое упражнение. У нас действительно подобного еще не было. Я уверена, что люди, которые нас смотрят, будут пользоваться и спортсмены, и любители, и все, кто безумно обожает блерт. Пару слов для наших зрителей, кто смотрит себя прямо сейчас. Спасибо тем, кто болеет. Каждому из вас желаю, и не только тем, кто за меня болеет, вообще всем зрителям крепкого здоровья, удачи, любви, сил. Играйте, тренируйтесь, развивайтесь в нашем любимом деле. и удачи вам по жизни. Да, это был Иосиф Абрамов, Алина Шагаева, легендарное интервью. Но я напоминаю, если вы хотите поддержать нас, то ссылка на донаты будет в описании. Всего вам самого светлого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok